Открытый телеканал представляет В 1914 году во время Первой мировой войны было потрясающее событие У бельгийского города Иппор там вообще за все время Первой мировой войны было убито полмиллиона человек Но запустили газ Запустили газ там, да, действительно, действительно, это около этого города Так вот там 24 декабря перед Рождеством вдруг что-то случилось В окопах у немцев они стали там украшать их гирляндами, всякие свечки ставили и так далее, так далее А потом вышли на нейтральную территорию И вышли на нейтральную территорию французы и англичане, которые сидели во вражеских окопах В результате говорится, что там собралось около 100 тысяч человек А там ведь бои серьезные были, они убивали друг друга Они собрались вместе и началось такое, знаете, братание Меняли сувенирами, пели, кто-то пуговицами менялся, кто-то табаком, кто-то вином, кто-то сладостями Играли в футбол консервными банками Вот в 2014 году там даже памятник был поставлен, футбольный мяч То есть, вы представляете, то есть те, которые дрались не на жизнь, а на смерть Ненавидели друг друга, вдруг вышли и стало такое вот состояние, братание Конечно, тут же забеспокоилось начальство Их загнали под угрозой смерти обратно в окопы Продолжилась война, и она длилась 4 года И, как известно, погибло 20 миллионов человек Да Вот смотрите, в этот момент Могли бы остановить Могли бы остановить, если бы узнала вся линия фронта Если бы все узнали и вышли так же точно вот на такую встречу Вот у меня сейчас вопрос, он такой, как вы понимаете, он очень своевременный, наверное Злободневный Можно было вот действительно остановить снизу войну? Можно останавливать вот так снизу? Или все это должно, как всегда... Нет, если солдаты бы захотели, конечно, могли бы А что сделают эти генералы? То есть тут вообще поразительно Тогда убивали серьезно, штыками Тогда дрались с рукопашными То есть ты видишь эту кровь Ты не просто стреляешь пушками и ракетами Ты видишь, и ты ненавидишь его И все-таки ты идешь на братание Вот это вот меня, знаете, поразило, удивило и завело Значит, можно Это несомненно Да? Несомненно, можно в одну секунду перевернуть все Самое страшное, то есть самую большую ненависть Да-да-да Можно? То есть должно быть какое-то событие, которое всех объединяет Что должно быть? Да ничего не должно быть Серьезно Это как случается, что ты ругаешься, ругаешься с кем-то и вдруг И пропадает ненависть, и пропадает причина И вообще все пропадает И ты думаешь, что это было такое? Да Откуда это? Что это такое? О чудом? Чудо? Что это за чудо? Объясните, пожалуйста Это не чудо, это просто потому, что нами так управляют То есть нам хотят сказать, что вот то, что мы вот так вот были сейчас в ненависти Ни в любви, ни в ненависти нет никакого смысла Да? И да И в любви тоже Вот это вот добавка меня не назовет В любви тоже нет никакого смысла? Никакого смысла А какая разница? Ну как-то Ну как-то Никакой разницы нет То есть эмоционально тот же выброс эмоций, да? Конечно Плюс или минус? Да-да-да И вот ты уже не знаешь, что делать Из-за чего ты его любил Из-за чего ты его не любил И ни одно Ничего Ничего не остается Да, это точно, что ничего не остается Все разводящиеся так и говорят другу За что я его любил Это правильно А какая любовь была Ну все-таки В порядок, если можно, приведите нам это вот так вот просто Что это такое за работа сверху? В порядок привести можно только лишь верой в высшее знание Когда мы будем соединяться друг с другом Не по нашим чувствам А по нашим идеям Вот и все Какая идея должна вести? Идея только одна Сближение Сплочение Соединение Объединение Вплоть до Абсолютного Неразъединения И даже, я бы сказал, слияния Вот такое должно состояние быть? Да Корень этому что? Почему мы должны? То есть есть? Корень этому высший корень То, что мы происходим из одного высшего корня И поэтому мы обязаны достичь этого состояния То есть основа всего человечества, она вот этот вот единый корень Единство, да? Только творец Поскольку он один единственный единый, то он вынуждает нас к тому, чтобы мы к нему пришли Не мытьем, так катанием Или страданиями, или легким усилием Мы приходим к этому корню Мы вообще У нас внутри что-то записано? Или что это такое? Или нас как-то... Нет, мы должны убедиться в том, что все остальное против него Обратное ему Это абсолютная глупость Обратное творцу или обратное единство? Обратное единство То есть нас сначала должны довести до того, что это абсолютная глупость? Да Все-таки катанием Да? К катанием Что мы не можем ни к чему хорошему прийти, если мы будем противоположны творцу А вот такие вот случайные всплески вдруг... Они бывали, бывали на войне во многих местах, но что сделаешь? Так устроены люди А что они для вас показывают, вот такие вот, допустим, всплески разума? Я бы сказал, что здесь, конечно, надо было бы по-другому сыграть Но это уже генералитет и прочее должны были бы сделать То есть они должны были бы продолжить этот флешмор? Да, подхватить Подхватить? И закончить войну? Конечно Но это против их, это против любого генералитета Ну, естественно, это... То есть так или иначе войну заканчивают сверху? То есть имеется не сверху, а сверху? Войну заканчивают-таки сверху Сверху? Да Как упросить, чтобы закончили войну сверху? Осознанием того, что мы поняли, для чего она была нужна нам Мы осознали и хватит Ну, что это осознание такое? Это... Что это? Вот скажите мне Что достаточно нам на сегодня, сколько мы перенесли И мы обещаем быть хорошими Вот так вот, да? Ну и, конечно, ненадолго это Потом снова все повторится? Да То есть мирный договор с Творцом это или мирный договор друг с другом? Как это лучше сказать? Это мирный договор между собой Между собой И только это и существует, и надо Но я думаю, что мы к этому двигаемся как-то Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok